Телеканал КРТ представляет Телеканал КРТ Минимальная зарплата И у нас все через Вот так вот подготавливают Мокрое место называется Да, это правда, это ощутимо Подписывайтесь на канал президента Ставьте лайки, колокольчики и комментарии У нас сегодня дикий эфир Скорее возьму флешку с нашей программы И тоже ее куда-то отнес Доброе утро, наши зрители Сегодня 11.15 в субботу Как всегда, ваша любимая передача Три кандидата шоу И сегодня наш звездный гость Я бы сказал, патриарх телерадио-журналистики Виталий Дикий Привет-привет Всем же известно, у нас сегодня дикий эфир Конечно, а чтобы этот эфир был еще и бодрым А не только диким Мы благодарим Эль Кофейна Дико бодрым за наш вкусный кофе Ну и конечно же, начинаем Да, я думаю, мы начнем все-таки С главной новости этой недели Это у Виталия Дикий Это псевдоним или его фамилия? Спасибо, что ты меня опять перебил, Алексей Конечно Так вот, все-таки Давай-давай Новость недели Это все-таки Это моя фамилия и имя То есть пишется слитно То есть ты дикий И дети дикие И жена дикая И сейчас я и папа дикий Боже, ну да Повезло Это точно Что там у тебя? Так вот Новость недели Начнем с пресс-конференции Владимира Александровича Зеленского Потому что она была тоже дикая Ну вот В первую очередь Ваши впечатления Вы знаете, честно говоря В общем-то никакое впечатление То есть если первая пресс-конференция Она была более какая-то активная Я говорю о марафоне Если помните Тогда было время Когда Зеленский был в силе Книга Горда в Украине Там ждала его Там в общем-то все было так организовано Как-то ближе к людям Вообще-то это было грандиозно Но тогда это было живо Сейчас это выглядело очень Возможно слабо аргументированно Ну и сама организационная часть Мы про это поговорим Она тоже выглядит Но Зеленский был искренен Да, в этом его плюс Миру подготовил Смотри, было очень интересно Я как раз у меня утром Перед пресс-конференцией был в эфир Зеленский сам по себе Я так понимаю, извини Он хороший человек Это видно То есть он старается Быть хорошим человеком Старается быть искренним Ну по крайней мере Пытается произвести впечатление Не думает, что это актерство Но вы понимаете В чем ситуация Хороший человек Это не профессия Для того, чтобы быть президентом Нужно принимать Нестандартные Неоднозначные решения И с этим Мне кажется Довольно сложно Да Ну так вот по поводу Пресс-конференции Спрашивают меня Перед пресс-конференцией Журналисты говорят Вот как вы думаете Будет теплая ванна Превратится ли Вот это вот Общение с журналистами В некую Я говорю, как, почему теплая ванна? Будет контрастный душ Над открытым небом Должен был обязательно Пролить дождь И всех взбодрить Но вот взбодрило Вот был какой-то вот эффект Но дождь был Ну дождь, понятно И мокрое кресло Все было, да Я думаю, что эта пресс-конференция В первую очередь Взбодрила самого президента Потому что Уровень общения Да, там И система вопросов Которые были Конечно, не все задали вопросы Мне кажется, что Я очень признателен Диане Панченко Она представляет канал Который я представляю Она большая умница Наш гость Она воспользовалась ситуацией Да, и кстати Очень логично В спокойной манере Да, как бы Пообщалась с президентом Я думаю, что Это вывело Немножко из себя Главу государства Но мы сможем Виталий, она просто Дианочке привет И поздравление С днем рождения Поздравляем День рождения Это всегда еще Праздник родителей Я думаю, что Да, всех близких Это их праздник Но в любом случае Я уже отметил Диану Как прекрасного Журналиста И большую умничку Что она смогла Нашла время И сконцентрировалась Проявила характер Захватила микрофон И минут 15 Тритировала президента Но как вам заявление Мендель Дианочка Вот когда ты говорила Дианочка Я не знаю С тех пор отношений Но я думаю Это нервная Госпожа Мендель Она достаточно нервно Всегда реагирует На всякие проявления Тем более Ревниво я бы сказал Да, да, да Но я о другом То есть Диана заняла Дело в том Что там было Достаточно большое количество Журналистов Которые так же Хотели задать вопросы А я хотел бы их услышать Эти вопросы Вот к сожалению Я не смог И мне этим не понравилось Многим же вообще Не дали возможности Не только которые присутствовали Которых аккредитовали Многие не попали Потому что карантин Дождь Потому что нельзя Потому что еще Потому что По каким-то причинам Потому что Расстояние 2 на 1,5 метра Но я хотел бы Этих людей услышать Потому что я понимаю Они в теме Они компетентны И они тоже задали бы Правильный вопрос Что касается теплой ванны Да, это правда Это ощутимо Вы же заметили Как ведет себя Президент Украины Он пытается Говорить общими фразами Он не детализирует Свои ответы Он избегает Прямых ответов Хотя при этом Пытается быть открытым Понятливым Да, и подыгрывать Очень мне понравилась Эта история Когда задавал Я не помню Возможно Бигус задал вопрос Кто-то задавал И когда Зеленский говорит Ну да Вы меня поставили На место Мне кажется Что это такой Актерский трюк То есть Это как бы Дать понять Что мы с вами В какой-то степени равны Все выглядит иначе Но меня больше всего Удивила история С объявлением Благодаря кстати Диане Она его спровоцировала Что он идет На вторую срок Кажется мне Здесь есть два момента Первый Это объявить своей команде Мол не расслабляйтесь Не ищите ориентиры Я и дальше Буду пытаться Быть во главе А второй вариант Я думаю Что это Такой определенный Вариант отчаяния Как бы там ни было Парадоксально выглядит Но в любом случае Мол да я не успел Может быть я не успею Но у меня еще Может быть будет второй срок Это элемент оправдания На первом году Говорить Знаете А мне еще 9 лет будет Да Я всерьез и надолго Это первое десятилетие Только Абсолютно Виталий У меня что-то есть За десятилетие Да Саша У нас здесь друзья Подборка Вот вы говорите Что очень не конкретно А все-таки вот Страна выжила Там 10 топ фраз Юлия Корзова Я сейчас их нашим Зрителям зачитаю То есть первое Это же Гордон Наш спецагент Теперь даже президент Знает что он спецагент Теперь не только Президент знает Мне кажется уже Все знают Второе Я за один стол С такими бандитами Не сяду То есть опять Что он себя отделяет От кого-то Потом Мы не печатаем деньги К сожалению Мы не ФРС Мы мастера спорта По борьбе с коронавирусом Но мы этого Он имел для себя И Шмыгаля Да Он уславлял Шмыгаля И сказал Что прекрасный Приверменец Что-то подобное Я слышал о Гончаруке До последнего Дальше были еще первые Мы не Швейцария У меня есть чем думать Я честный Как говорили И порядочный человек И любимая фраза Алексея Юля Ты меня сбиваешь Это обращение К пресекандарю Мэндер Нет Но как говорится Знаете У каждого президента Должна быть своя Юля Подождите Мне кажется На каждой пресс-конференции Гордон должен анонсировать Новый концерт Просто из-за ограничений С коронавирусом Он не смог сделать анонс А он кстати Что скоро Как-то не смог Что скоро Будет стадион Если мы коснулись Гордона Как бы там Не относились к ним Он хайпанул Да Притом В профессиональном плане Он хайпанул Я думаю Что многие журналисты Которые его критикуют Они в душе Хотели бы Что-то подобное Сделать Самая классная Шутка которая была После пленок Деркача Сказали Как появились эти пленки Гордон перепутал флешки Поэтому я считаю Что по факту Все флешки Они уже Кстати у нас здесь Хорошее видео Режиссер поставит Там где момент Где Зеленскому Феном грели стул Потому что Там же говорили Там был дождь Это такая уникальная Спецоперация Вот так вот Подготавливают Голову государства Крис Матерези Мокрое место называется Нет Операция Мокрое место Было мокрое Остали сухое А мне это Меня оставили Мокрого места Вот так Я скажу Кровян Меня это улыбает То есть Организаторы Пресс-конференции Там прогноз погоды Не смотрят Ребята А могли же дуть на стул Понимаешь Фен это еще Диджитализация Саша А могли костер Развести под стулом Нет Просто надо было Принести сразу Кресток 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 С массажем Или подключить Коллектор обогрел Коллеги Ну зачем так далеко Ходить Если можно купить Грелку Правильно Должна быть Я считаю Должна быть Должна быть Должна быть Должна быть Даже две Даже две И пледик И пледик Это очень важно Потому что это домашняя атмосфера И это людей расслабляет Ледику на Сирова забрать Представляете Можно было Какой-то выносной камин Еще сделать Вынести Могла быть Вообще На самом деле Отдельная должность Грелка президента Правильно Вот и все Ну как Я думаю У французских королей Были человек Который выносил горшок За французским королем Ну было же такое Было Конечно Это была очень почетная должность По поводу грелки Не сбивай меня Юля И что-то дальше По темам Давайте Ох Да Ну как У нас есть еще Тоже нашумевшая тема Это Зеленский подписал указ О продлении запрета российских соцсетей И сайтов Вот Ну а самое смешное Что туда попали Не только нашумевшие Вконтакте Одноклассники И Яндекс Но еще и Вел санкции Против Эрмитажа МГУ Русского географического общества И других музеев Вот с чем это связано Я думаю Что маразм крепчает И на самом деле Вы же посмотрите Как все происходило До того Как в 17 году Нет До того Как он стал президентом А я напомню В 17 году Если не ошибаюсь Вели как раз Санкции против В общем-то Интернет-ресурсов А тогда Зеленский Говорил перед выборами Мол это решение Неправильно Нужно пересмотреть Нужно было посоветоваться Нужно было разрабатывать Альтернативу Да И в общем Короче Все слова его были в кассу А наверное Все-таки место Сидение Оно определяет Самосознание Или там формирует Мировоззрение Получается Что теперь в карантин Когда сначала Президент призывает Всех посетить Онлайн-музей Посетить онлайн-музей Как Украины Так и мировые А вот в Эрмитаж Ходить нельзя Онлайн даже нельзя Нельзя Нет, а может быть Кто-то подумал Что МГУ Эрмитаж Это тоже социальная сеть Слушайте Вообще У нас даже многие бабушки Обходят Да, бабушки Сейчас продвинутые бабушки Бабушки через VPN Прекрасно На самом деле Просто те Кто пользуется Этими сетями Они уже даже Скажем так Специальное Вот это приложение Оно уже с VPN Идет То есть зайди В Одноклассники Через VPN Скачай Открытку Разошли всем друзьям И рецепт Какой-нибудь Правильно? Вот так она делает Но с другой стороны Если говорить серьезно Ну это же не вариант Вы понимаете Запрещать Это неправильный путь Если так Очень сильно бояться Гибридных Гибридных каких-то форматов То наверное Нужно разработать Систему противодействия То есть продумать Какие-то стратегические планы Я не знаю Там Информационные политики Да Там Социальный Социальный маржур Дотек Да не то слово Но в любом случае Можно что-то придумать И можно этим заняться Для того чтобы не напрягаться Давайте запретим Это вызовет только Определенную агрессию людей Которые непониманием К этому относятся И соответственно Как бы Они еще более Будут напряжены От этой власти Это неправильно На самом деле Надо было когда запрет Вот дописать А в конце Подписывайтесь на канал президента Ставьте лайки Колокольчики И комментарии Вот так То есть надо Не просто запретить А направить же аудиторию Ну у нас все через Вы понимаете Как все делается Через туннели Через туннели Главное что Патруль Зеевич Похвал из Зеленского Вот например Ну понятное дело Они сейчас очень дружат Скоро они вообще Сольются в экстазе Я имею ввиду В Верховной Раде Потому что сейчас будут Наверное новые форматы Пока ситуативная коалиция А потом уже что-то будет Возможно Монолит Монолит Да Но я все-таки Хотел сказать о другом Дело в том Что видите ли Тот круг Который находится Вот он постоянно Там говорит О том что он сам Принимает решение Мне кажется Что на него Очень хорошо влияет И очень Юля Ну Юля само собой Да Я имею ввиду Окружение То есть близкие люди Они до сих пор Имеют очень серьезный Процесс Влияние То есть они могут ему Втирать неправдивую информацию Или там нереальную картину И он как бы понимает Что вроде бы он где-то Что-то как бы разбирается В этой системе Но по факту Да по факту Он сильно от нее отдален От этого он мне кажется Даже страдает Это было видно На пресс-конференции Когда у него спрашивают Конкретные вещи Он не может ответить Он отвечает так Как ему прописали Но были же еще и конфузные моменты Вот допустим Многие отметили Что как раз в день Пресс-конференции На Днепропетровщине Упал мост И у Зеленского Продублировалось Условно Пари в спор Теперь с Филатовым Не по конкретному мосту Который там Удалось решить А вот по уже новым мостам Ведь Зеленский На пресс-конференции Дорогам Инфраструктурным объектам Мостам И всему остальному Уделил очень много внимания Вообще-то это не его компетенция Это не его компетенция По факту он себя условно Загоняет снова В какие-то пари Мне кажется Что он себя уж давно загнал Ему это нравилось И нравится Знаете ли Он немножко Мне кажется Не понимает Систему взаимоотношений Какие у кого полномочия До сих пор Он по факту понял Что у него такая Сильная президентская Сконцентрированная власть Он может менять кого угодно Посмотрите Какая интересная история Уманский вчера Был на одном из эфиров наших Я его прямо спросил Он не сработался С Шмагалем А сейчас он советник Главы офиса президента Это что за кадровая политика На понижение пошло Да То есть в то же время Зеленский дает интервью Управляемый конфликт И говорит Я буду вмешиваться В перестановку в правительстве Пока там эти менеджеры Не стали А не Федов классный парень Это же тоже А Гончарук вообще Один из лучших в галактике Не совсем получилось Пока я разгонять парламент не буду Но вы понимаете Сейчас стало уже такой кармой Если президент Таком-то говорит Хорошо Это значит Нужно Приготовься Мне просто кажется Что это инструмент Дональда Трампа Потому что он тоже так делает Он говорит Например У меня с Ангеломерикой Такие хорошие отношения Ну Мы там ведем Санкции против Немецкого автопрома Или У меня с Синдземпином Отличные отношения Но я ему звонить не буду Сегодня Да В этом что-то есть Ты прекрасный человек Ну еще Я заметил Что вот эта вот Вся система В которой он живет Она очень хорошо Ему легла на душу Потому что Он с большим удовольствием Пейти Он сказал о том Что он идет на второй срок То есть тут даже Вот он преследовал Две наверное цели Одна это Как бы дать понять Своей команде А второй вариант Это самореализоваться Не ну Ваш канал очень мастера На самом деле Каверсных вопросов У нас когда была В прошлой программе Диана Мы у нее спрашивали Я говорю Диана К тебе часто ходят В гости Которым можно задать вопрос Напрямую Узнать из первоисточника Я говорю Вот допустим По Киеву По праймерис Я говорю Ты у Дубинского спрашивала Пойдет Она говорит Я не исключаю Я говорю А еще там кандидаты Какие есть Вот говорю Качуру спрашивала Она говорит Еще не спрашивала Вчера сидим в эфире И у вас как раз Спросили же Что подтверждают Что на праймерис У нас будет Большой рыцарский турнир Молодое крыло Да Мы вчера Задолбали Качуру вопросом А кого они будут Выбегать Да признался Это что означает Что если определенная ситуация Можно придавить Нужно этим всегда Да вы просто Наверное щекочите гостей Мне кажется Мы просто их прямо терроризируем Током бьете Током Нет Мы просто достаем В чем смысл работы журналиста Наверное правильно сформулировать вопрос Ведь можно же сказать Правда что там все идиоты в правительстве Да как бы это грубо А может спросить А скажите Все ли там идиоты в правительстве Да То есть вроде как бы Одна и та же ситуация А так более интеллигентная Благородная А потом еще говорят Не употребляйте слово идиот Да но это же не оскорбление Это же диагноз на самом деле А идиот это не такой как все Не такой как нам нужен Или можно сказать Все ли там в правительстве Кто-то понимает Кто-то не понимает И уж так и корректно Но вы знаете Вот прямые в лоб вопросы Они как правило Всегда создают определенный стресс Для участника И он напрягается Как же правильно ответить Чтобы не потеряться А вот так вот Потому что да Слить какую-то информацию Комментируя Ну вот как с этими праймериз Потому что непонятно Какое крыло побеждает Президент все-таки будет усилен В столице Или допустим Коломойский через свое крыло Потому что все кандидаты Которые заявили Кстати И тот же уже вспоминаем И Дубинский И Богдан И Ткаченко Это все-таки Не президентские кадры И вот кем он будет усиливаться Вот тут действительно интрига Меня удивился Меня удивил здесь другой нюанс Когда президент сказал Что в праймериз Будут принимать участие Не только кандидаты От «Слуги народа» У них в праймериз Да Вчера это подчеркнул Кстати И Качуров Сказал Это как Виктор Лешков Главное Стоять врач А он сказал Если мы найдем Какого-то состоятельного кредера И соответственно Он будет как бы В кассу нам Вам не предлагали Сталинцевой двигаться Пока не предлагали Чем вы Дикий мэр Да Это кстати фишка На это можно построить Серьезно Давайте И его нужен Дикий мэр Вообще классно Абсолютно избирательный Спасибо Ребята Дикий мэр Я прошу прощения Моя жена еще проголосует Это вообще будет Успех Как раз Гарантирует Просто интересный нюанс По поводу если праймериз А кто будет голосовать Потому что В Санимирных Америки Традиционно Голосуют члены партии А в данном случае Когда говорится о праймериз То кто будет голосовать Члены партии Слугонарода Подожди Мне кажется Мы с СМСками Как обычно Голосуют во всех Ток-шоу Просто отправьте СМСку на номер Вот И все будет хорошо Простите Но я напомню В свое время Я об этой гонке О которой постоянно Горит Слуга народа Я напомню С Юлией Владимировной Тимошенко Помните Когда она хотела Снести Черновецкого Вот даже Турчина был кандидатом И она за ним так была Я помню эти славицы Это свадебная фотография Все так было Да Шоколадно для нее И она решила Что в любом случае Представитель Бюда Станет мэром А Черновецкий С большим успехом У бабушек Опять был фаворин Да И тут есть серьезные парадоксы Поэтому когда они Напрямую мочат Кличка Какой бы он там ни был Дайте ему дожить Просто дайте ему дожить Так он кстати еще Неплохо укрепился Между прочим Он как раз благодаря Вот этим всем интригам Он достаточно серьезно Удерживается Сейчас на плавах Виталий Не один В Зеленске Мы жили на этой неделе У нас есть еще есть Основополагающая Вы вскользь эту тему Поднимали Это кассетный скандал То есть практически Через 20 лет После первого Кассетного скандала С Гангадзе Можешь сказать Через 20 лет С обвинением Кучми Теперь трюки Касательно переговоров Байдена И уже экс-президента Порошенко Вот И там очень много Скандальной информации Сейчас нам кусочек Поставят видео Для зрителей О том, как Порошенко Хвастался Вице-президенту Байдену Что поднял тарифы Даже выше, чем просил МВР Вот так вот Видите? Это милая беседа Я думаю Будет иметь продолжение Особенно для Петра Алексеевича Хотя сейчас многие говорят о том Что все это скиснет И мол, Петр Алексеевич В этой системе координат Не потеряется Но я сильно сомневаюсь Будет иметь выхлоп И будет иметь Достаточно серьезное продолжение Но Если все-таки Байден победит В Соединенных Штатах Ситуация может быть плохой Для Украины Понимаете? Конечно То есть тут как раз Петр Алексеевич скажет Что он жертва Да Он всегда Будет говорить Что он жертва Политических репрессий Вот между прочим Даже вот то Что мы просмотрели Обратите внимание Сейчас это воспринимается Как бы там Как вариант Какой-то госизмены Или какой-то там Я не знаю Там ситуации А в любом случае Петр Алексеевич Если распылял Действительно этот миллиард Он должен в любом случае Ответить Вот я вчера Уманского спрашивал Относительно Это бывший министр финансов Наплаву ли эти деньги То есть можно ли Просчитать Куда они ушли И как Он правда говорит Что это все Очень запутанно Но если будут Факты Нет Ну там же Насколько я понимаю Речь шла о том Что миллиард Который байден Он ушел на оборонку Распиляли Предприятия Распилили Которые В круг интересов Петра Алексеевича Порошева А спешат Небось На те Склады Где-то Пых-пых-пых И все Действительно Он будет Сесть себя В общем-то Рисовать Определенную жертву Политического режима И в конце концов Это будет тоже Ярким примером Для наших западных партнеров Что здесь не все В порядке в стране Он этим может воспользоваться Но слышно Намного лучше Чем на пленках Мельниченко Конечно Вот если 20 лет прошло Уже новая технология А какой уровень вообще Это тоже не часы Уже какие-нибудь Или ручки Это уже все А Нищенко на часы записывал Это наверное Как вы оценили Английский Петра Порошенко Вот любвеобильную подачу К Байдену Я сделал Комплементарную Комплементарную Я хотел бы быть с вами В Миннесоте Да Да Причем Причем Ну и пожалуйста Как это Байден Или Керри Сказал А я и не хотел бы здесь быть А потому что Миллиардик Это все-таки Не 30 копеек Понимаете Конечно Но с другой стороны Какие вот реально Авгиевые конюшни Да Мы с вами видим Были в нашей дипломатии Построены За получается Пять лет Порошенко Ну вот Вчера Владимир Александрович Это отреагировал Да Действующая власть Получается И приходится разгребать Практически Вы знаете Выгрозали Петру Алексеевича Преследование Ну знаете Что меня Больше всего В этой компании Вот в этой истории Разочаровало Я компания Тех кто говорил Это то что Один народный депутат Андрей Дыркаевич Да Как бы Очень скрупулезно Эти вопросом занимается Может стоит ему все-таки Занять пост Генерального прокурора Он очень активно Этим Да Как бы Занимается постоянно Он в общем-то Юрист И он может Понимает И он это Досконально делает А в отличие от Венедиктова И всяких остальных друзей Которые вообще Непонятно Если можно министра На месяц Почему нельзя Генеральный прокурор На месяц Не кажется Абсолютно Вахтовым методом Вахтовым методом Лучше Потому что Эти ребята Они как бы Сначала заявляют Одно Но когда приходят На должности Они меняются На 180 градусов Если не на 360 То есть В общем-то Они находятся В этой системе Координат И орбитой Этой заведует Владимир Александрович Я думаю Да То есть это он там Напрямую дает указания Ну нравится ему это Им нравится это делать Будет и в будущем Поэтому он спокойно Они сидят к креслам Электрическим Ну это же ужасно Они садятся в теплое кресло Которое просушили И все уже И бездействуют Понимаете Это на самом деле Ужасно То есть Говорят одно А делают совсем другое Особо меня Извините Что я ушел На другую тему Перешел Но вот Остерненко Да То есть Я не хочу На эту тему Много говорить Но когда человек Подозреваемый Прежде в убийстве Сейчас признается Потерпевшим Это означает Что власть Заинтересована Чтобы так было То есть Супрун Сейчас который может Вернуться С реформами Вас не смущает А вот такой Как раз в пеющий Случай Прям вызвал удивление Супрун Но меня тоже удивляет Когда Ермак Предлагает Супрун По непонятной причине Да вроде бы Но есть такая информация По версии самой Ульяны Супрун Да работать в команде Больших реформаторов Саакашвили Саакашвили Но с другой стороны В этом же тоже есть хитрая ирония Всех соединить На один корабль Да и потопить И всех чуть-чуть Забрать В одном месте То есть мы будем знать Что вот есть у нас Совет реформ Где как бы все Наиболее одиозно Токсичные люди А потом будем понимать Вот что вот есть они И что дальше с ними делать В одном месте Причем Скажите А вас не удивляет Хорошая тактика Подход к тому Что вот они говорят У нас кадровая политика Значит такая Потому что нет профессионалов И специалистов Но грузины И иностранцы Могут эту страну Вывернуть наизнанку Ты говоришь про собирать В одном месте А то что все вот эти кадры Уже страну довели И вся страна Уже в одном месте Это тебе не смешает Нет, помните был такой анекдот Как утонул в Титанике Или какой-то карман Да, помню, когда всех собирали Кстати, обратите внимание, Виталий Как Федор Алексеевич Отреагировал вообще на этот скандал У него стандартная была Как это стандартная? Стандартная Это рука Кремля Спецоперация КГБ, ФСБ Деркач сам Закончил школу Там имени Дзержинского Все это монтаж И вообще надо ждать победы Байдена Тогда можно въехать Въехать на второй срок уже А что вы хотите, чтобы он посыпал теплом Миннесотом Вот это лажа, Петр Алексеевич Вот это лажа Мне пришел и сказал Да, признаю Это был я Не понравилось, как он сказал И цезроблено С дояких материалев Да Вы же начали с того, что президент должен Думать нестандартно А ведь любые президенты Как действующие, так и экс Они же всегда президенты Это правда Если так, то думай нестандартно Но есть такая фишка Да, это мой голос Да, что вроде бы Петр Алексеевич Мог и сам такое записывать Для того, чтобы обезопасить себя В случае прослушать Вечерком за чай И думать так Вот здесь у меня ошибка по-английскому Надо поработать Вот это я Трампу вышлю Вот это Трампу Нет, ну я не исключаю Если на самом деле появится достоверная информация Что это все от Петра Алексеевича В общем-то Как-то там Оно ушло от него Но на самом деле У него где-то там хранится И он сам автор этих всех инициатив По запись Релизов Да, да, да Потому что в любом случае Платиновый диск Порошенко Моя коллекция людьевой музыки Он всегда сможет себя обезопасить В любом случае Если будет какое-то международное давление Или какие-то там скандальчики Конечно Не, ну в принципе Если бы хотели словить Порошенко И условно инициировать какие-то дела Да, чтобы сделать там условно Я ваш приговор То даже не обязательно с этих пленок раскручивать Пленки это, конечно, очень резонансно Ну это же один фрагмент Там же 18 18 девушек Есть же куча моментов Вот мы вспомнили оборонку Есть экономические хищения Между прочим Экономические хищения Найдены уже только руками Порошенко На 370 миллионов, по-моему, долларов В общем, если копнуть Да, Портнов, кстати, очень тоже серьезно этим вопросом занимается Если копнуть, то вполне вероятно, что можно создать серьезный прецедент Но, напомню вам Был такой министр обороны Загородни, если я не ошибаюсь, да? Когда-то он давал интервью моим коллегам-журналистам И его спросили ему А что за проблемы с Владковскими, с Федорчуками? Почему они так? А он говорит, вы что? Там нет никакой вины Там все без доказаний Ну, типа там без проблем Владковский, с Федорчуками, это один человек Да какая разница? Я говорю, в общем, да понятно Это оказывается Да, ну, в общем, хорошо Пускай будут свинарчуки Мне так больше нравится Так вот, свинарчук как бы виноват в том-том-том-том-том А он говорит, нет, вы что? Даже привел пример Англии Когда на время войны закупала немецкие запчасти Там через какие-то другие страны Да, ничего, что там тысяча процентов накрутки Ничего, что там через сына Гладковского Ну, в смысле, свинарчука Гладковского Ничего страшного Это все за родину Это все за то, чтобы мы как бы жили спокойно и уверенно Если мы начали тему по спецагентам То у нас еще есть скандал недели Или резонанс недели Да, это нашумевший ряд интервью Гордона Где впоследствии он признался, что он был Они были записаны, скажем так, по сопутствию со спецслужбами 22.25 И я делаю официальное заявление для общественности и для журналистов А также для всех, кто нас видит и слышит Недавно закончилась трансляция на моем YouTube-канале Дмитрий Гордон Интервью с террористом Гиркиным Флешки с материалами этих интервью находятся в ГАГе И эти показания Натальи Поклонской и Игоря Гиркина Станут одними из основных свидетельских показаний на процессе в ГАГе Леша, ты смотрел эти пленки? Нет Иди смотри YouTube-канал, как? Нет, я сейчас скорее возьму флешку с нашей программы И тоже ее куда-то отнесу В ГАГу? Значит, я хочу вам сказать сразу Что на самом деле Давай, неси флешки Гиркин раздал столько интервью на российском телевидении Но Гордон аж не давал Ну понятно Да, что можно взять изначально все эти исходные данные Записать на флешку Прекрасная картинка Гиркин несет флешку А Гордон снимет флешку на ГАГу Я не являюсь поклонником Гордона Мне, в общем-то Ну, будем говорить таким вот образом Да, человек очень хайпанул Это замечательно, понятное дело Но мне кажется, вот эти все инсинуации И разговоры про, там, я не знаю ГАГу, флешки, это все Спецоперации был? Да, для людей и гостей столицы, понимаете? Вот Да, как журналист он хайпанул Да, у него была возможность Он этим воспользовался Все остальное это элемент защиты Но в любом случае он избрал себе такой путь Насколько он эффективен Это уже жизнь покажет А как журналистские стандарты? Что вот он сразу журналист И какой-то спецагент И сам агент был сам раскрыт Давайте так, он очень похож на Фантомаса Вот, а у меня Который разбушевался? Да, кстати А у меня, в общем-то, такая ассоциация Что Фантомас это что-то, нечто Которое может аккумулировать себе все Те, в общем-то Многогранные Да, да, грани, о которых вы говорите А фланцузское кино у нас еще не запрещено? Думаю, пока нет, но все может быть Но все может быть Это точно Но единственный вот есть плюс в этой истории По крайней мере, мы узнали правду от Гиркина Я думаю, что врать ему незачем А это серьезный сигнал для украинской власти Чтобы они понимали, с кем они имеют дело Давайте какую-то разорядим обстановочку Про Верховную Раду смешная новость Авоська вместо маски Нардеп от «Слуги народа» Лиза Багутская С дипломом врача Пришла на заседание в дырявой маске Больше похожей на авоську и ручной работы Вы видели этот... Там просто хорошая вентиляция Да, конечно Но я думаю, что это как раз не маска А такой элемент Декора Декора и украшения Аксессуар, да Не, просто можно после Верховной Рады Забежать в магазин и купить еще килограмм яблок Абсолютно удобно И главное, универсально Может быть, это, кстати, шапочка Никто же не знает Просто она сползла Всякое может быть Или часть купальника, правильно? Скоро сезон Ну да, да, да Купальник, это, конечно, интересно Ну, вот видите, даже депутаты у нас Не сильно придерживаются уже масочного режима Хотя карантин продлили до 22 июня Вы придерживаетесь вообще? Были уже на летитерации, как вообще? Я на самом деле Мне очень стыдно об этом говорить Но я частично придерживаюсь рекомендаций Я не езжу как бы в людных местах не нахожусь То есть понятно, что транспорт не работает И как бы тоже, как бы априори С транспортом не имею дела Что касается маски, да Дезинфекторы, да В машине даже протираю рули В любом случае У вас два, наверное, сразу в машине? Да, я вожу для себя и для того, кого-то рядом Ну, на всякий случай, что пароли Пароли, конечно То есть, да Ну и, конечно же, ложись спать вовремя Новости, как живется вчерашних дней Опустившая гривну Гонтарева Выпустила в Лондоне книгу Миссия выполнима О ее реформах в Украине Где-то заволновался Том Круз, да? Точно Думаю, что, наверное, один экземпляр Она подпишет для него Конечно Вообще, конечно, Гонтарева счастливый человек Она столько сделала себе в карму плюсов Правда, от этого страдает вся Украина Но главное, что больше всего в этой истории интересного Это то, что украинская власть вот так вот смотрит на все Через масочку Лизы Багутской? Абсолютно точно Тем более, хочу напомнить, что Набу, бедная, которая так хотела создать проблемы Гонтаревой Так скоропостижно, я бы сказал Закрыла дело против нее И поставила жирную точку Так что, думаю, не пройдет какой-то период времени Что она может появиться в украинской ферме Книга указана как пособие о том Как проводить радикальные реформы в военное время По мнению экс-главы НБУ Данный пример может быть полезен и для других стран Столкнувшись с кризисом в период пандемии коронавируса То есть она еще хочет свой опыт распространять на другие государства Им там еще обваливать валюту там раза в три Банки закрывать Она как бы автор реформы Радикальной, как она считает То есть радикальнее самого Ляшко Да, наверное Так вот, это такая Кубия, понимаете? То есть Вот эта вот книга и пособие Это как организовать вот то, что я назвал Очень быстро и эффективно для собственного гармана Потому что то, что сделали Она и ее друзья Которых покрывал Петр Алексеевич Порошенко Мы будем расслабывать очень долго Кстати, вот эта история с этой дамой И, соответственно, ее контактами с Петром Алексеевичем Это может быть серьезной основой для такого эффективного Качественного, резонансного расследования Вы оптимисты Уже 17 дел есть на Порошенко Есть уже пленки Порошенко Пайтон Вам еще этого мало? Еще надо добавить пленки и контуревые Чем приятнее для журналиста вот эта ситуация А как это не выглядит цинично Чем хуже в стране, тем журналистам интереснее Вы же знаете Ну так действительно интересно Мы же тоже вспоминали эти пленки Байдена Один из ключевых моментов в этих пленках Это попытка сделать Ересику премьер-министр Гражданка Соединенных Штатов Да, и просьба поговорить с определенными политическими силами Которые вы финансируете из-за океана Да, не будем говорить слово самопомощь Чтобы вот найти голоса нужные Как такие моменты У Ересика это укажет в своих мемуарах? Я думаю, что Ересика тоже напишет книжонку Из которой мы узнаем много интересного, что было в Украине Только в этом месте это даже онтологическая проблема Потому что только в Украине партия с названием Самопомощь может быть сидеть на американской помощи Слушай, и должна бы называться книжка Ересика Украина, не Пуэрто-Рико Я думаю, да, кстати, это очень важный фактор А по поводу денежек Думаю, что, я не буду называть политические партии Но, как правило, они кормятся с разных концов В любом случае с разных рук И не исключая, что там польский след И европейский, и американский То есть, учитывая ситуацию Кто даст больше денег, кто-то и друг Как в украинской поговорке Ласкавый телятку, да? Лучше иметь несколько спонсоров Абсолютно правильно Абсолютно Но, что касается политической системы в Украине Вот, вы знаете, мы все время хотели новых людей Но, как оказалось Новые, это не всегда хорошо Ну, правильно, просто же новых Мы жили качественно лучше Да, потому что вот я смотрю на народных депутатов У которых там послужной список Это два предложения в трудовой книжке Ну, первая задняя странная книжка Министр Да Не, подожди, а до этого, это свадебный фотограф Да, 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 меня это напрягает Как бы там ни было Все-таки должен быть какой-то профессиональный опыт Жизненный опыт То есть человек, который как бы Сделал себя в какой-то степени Да, там Создал какой-то бизнес Имеет вид или взгляд на то, что происходит Имеет свое собственное мнение Но когда я вижу Когда люди приходят на эфир И говорят Да у меня есть свое собственное мнение Но я же человек президента Я должен за него голосовать Когда к тебе приходит на эфир депутат А ты пытаешься дать задание Вот своему редактору Найти этого депутата Чтобы он пришел А гугл его даже Да, он же открыть не может Это правда Гугл его даже не идентифицирует Кто это? Не то, что куда позвонить А кто этот человек? Это ужасно На эту тему есть новость Давай Был такой нашумевший депутат Брагер Который тоже нигде не работал До того, как стал депутатом Это друг собаки, пенсионера Вот, вот, вот Который там Как-то пошутил неудачно Сказал, что надо там Собаку продать и запустить за коммуналку Так, самое смешное Что в Минюсте Взяли это, по сути, под козырек Минюст начал распродавать собак Из-за долгов И это не шутка На интернет-платформе Сетам Которая принадлежит Минюсту Устраивает аукционы По продаже собак Арестованных госисполнителями У должников 22 мая Кстати, кому нужна собака Пройдет первый аукцион Будет продавать Питбультерьера Которого изъяли за долги В городе Лиман Донецкой области Стартовая цена запса 112 гривен 50 копеек Вот У меня нет слов Вот объявление Это реформа Заплатил, наверное, за коммуналку Отдал друга А теперь Пошел в ломбард Заложил зубы И будешь покупать назад Весь смысл реформ А, кстати Я думаю, что не стоит Снализ на собаках Есть же коты еще Это следующий этап реформы Хомячки, рыбки И так далее Ну, то есть, смотри Допустим, надо заплатить за газ Сдал собачку Выкупил собачку Сдал кота Заводы заплатил попугаем Ну, вот что-нибудь, да Как-то Я считаю, что правильным путем Как говорили раньше Идем Поэтому в любом случае Я так понимаю Это же инициирует Миньюз, правильно? Конечно Ну, прекрасно У нас такой дивный Берем за основу и в целом Там такой министр Который ходит по СИЗО И проверяет, чем кормит Собственно Заводы Да, ну ты же знаешь Что каша ничего А борщ такой себе Но хочу вам сказать Что вот эта вот СПА-камера Которая сейчас вводится Да И все эти остальные услуги Доп-услуги Как бы позволяют Роскошно даже Прожить людям Которые находятся Под следствием Ну, может быть В этом что-то и есть Но в любом случае Малюшка всегда Удивлял меня Не знаю Насколько он Профессионал в своей сфере Сейчас его постоянно критикуют Но он хотя бы Что-то делает Как будет называться Вот эта интересная Вип-палата Малюшкина каюта Как это будет называться Ну просто действительно Интересно Каюта К тамбру Ни одним менюстом Живут наши реформы Так где вы хотели бы Пересидеть пока Тут сюда Так вот В какой-то люксовом варианте Помимо Малюшки Михаил Саакашвили Начал искать реформатора В интернете Молодец Да, то есть До этого искали на сайтах Может на сайте знакомства Да, на сайте Это следующий этап До этого искали на сайтах Поиска работы И всяких там Вот этих Вот Тендер-реформаторы Сейчас уже просто Сейчас уже в фейсбуке начали Более широкую аудиторию Что взять Вот И уже с 19 мая Начнутся собеседования С потенциальными кандидатами На должности У них указаны требования К реформаторам Владение английским языком На уровне выше среднего То есть Порошенко подходит Судя по разговору с Байденом Опыт работы от 5 лет Тоже подходит Наличие рекомендаций С предыдущего места работы Причем непонятно Позитивные или негативные Тут проблемы Да И записать короткое видео Как он видит Свои будущие реформы Вот от первого лица Так может эти записи Деркача Это на самом деле Визитка Для того чтобы устроиться Реформатором Кстати его могут взять Судя по хридерям Мне удивил Рева Который Понятно Он политически Зангажирован Но он сказал Были мы в Грузии Там совсем все кисло Но не знаю Не буду как бы судить По грузинским процессам Может быть действительно Страна там Там же насколько я понимаю Там больше трех миллионов Населения Это как бы Как практически город Киев Может быть что-то Саакашвили Действительно удалось А что касается Украины С ее масштабами И с ее политической системой То ситуация Настолько кислая Не знаю Насколько нужно Это вообще все Наверное такая же кислая Как тот борщ Который пробовал Малюсик В этом плане Это же удобно Если органы Рекомендательны Реформы будут рекомендательны Абсолютно Ответственности Никого не несут Сели потрепались Закрыли вопрос Дурачи Не надо Можно и Сокрун позвать Да да Она же порекомендует Что-то Кстати в СМИ Появилась информация Опять так же Про Саакашвили Развелись О том что Он инфицирован Возможно коронавирусом Однако спустя некоторое время Пресс-секретарь Политика Записала Что Саакашвили Здоров И отдыха Не будет Какая важная новость Я не представляю себя Все ли хорошо У него Другими процессами Главный реформатор Главный реформатор Не дай бог Что-то не так произойдет И прям мы должны все переживать Дай бог конечно ему здоровья Но в любом случае Выглядит это все Примитивно И смешно Так же как и заявление О реформах Практически Мы постоянно живем В перманентном процессе реформ Есть какие-то Этапные результаты Знаете Когда реформа начинается И что-то произошло Какое-то этапное достижение Оно дает понять нам Реформа идет правильным путем А если нули абсолютные То это уже не реформа Приходишь на эфир Так чтобы губки работали Реформировали Реформировали Да не реформировали И все нормально И пошло Есть успешная реформа Например антикоррупционная На этой неделе Сыдник подал иск В Европейский суд По правам человека На украинский суд Который признал его коррупционером По факту Что ему выписали протокол О коррупционном деле А может он лучше платил бы На штраф 3400 гривен То есть Я уверен Что ему эта судебная процедура Обойдется дороже Но вот он решил Не продешевить И собственно Посудиться через Украину Короче лучше бы занялся Своим прямым делом Но знаете Вот его позиции Я смотрел пресс-конференцию Где он говорил Я она ведь знаю людей Яки затекала Не в том Чтобы у меня были проблемы Я эксцидив там На этом месте Так и залышу Там же сколько По мне там 7 лет Да или сколько он должен По конституции Типа у него иммунитет Я думаю Что в общем-то Нам нужен результат А не все вот эти интриги Вокруг него Не вы просто По президентам говорите Я до вас сидел Я с вами посижу И после вас посижу То есть это как Зис-председатель фунта Да Ну похоже на то Вы же понимаете Эффект Такие затраты В том числе На его ведомство И практически Нулевые выхлопы 1014 гривен В этот год Мы посчитали Они конфисковали Ну так он вложил Причем наверное Сколько? 14 тысяч гривен За 3 месяца первых И часть из них Еще заплатил Только это только за 3 месяца Он даже сам внес Сам внес Да 25% это вклад Самого сытника В эти конфискованные деньги А что может быть лучше Когда человек С собственным примером И собственным вкладом Вмогает на результаты Могает с коррупцией В стране Конечно Но это парадоксы Это парадоксы Которые сопровождают Нашу жизнь И с этим Товарищем Как бы Мы в общем-то Не увидим никаких Эффектных результатов Борьбы с коррупцией Потому что мне кажется Что он Сам заинтересован В Давлении на себя Из-за отсутствия результата Это хотя бы единственный момент Когда можно о себе поговорить Как-то о себе заявить Создать какую-то информационную волну Вот Это уровень Которым сейчас занимается Господин Сытник В конце концов Я думаю Что американцы Сейчас будут более лояльны Они же всегда его защищали Так что мы увидим Серьезные кульбиты И появление Вот вопрос Кто появится И кто сядет на это место Будет ли это Сытник номер 2 Будет ли это представитель Там я не знаю Там кругов Наших американских друзей Либо действительно человек умелый Их можно еще по очереди менять Сытника на Холодницкого Холодницкого на Сытника То есть они же взаимозаменяемые все Кстати Напомню Что Холодницкий и Сытник Раньше скандалили А сейчас слились В таком экстазе любви Я так понимаю У них были вообще пресс-конференции Еще с Луценко Вообще была просто Ну песня Бальза на душу Посмотреть Кто на кого как зыркнет То есть короче Горя Они сами чувствуют Что и Холодницкий Надо поддерживать отношения Потому что Сия Пучина Может поглотить их в один момент Это правда Съедят рыбки Холодницкого Киев летит первый С начала карантина Самолет с золотом Покупатели Политики Бизнесмены Плохо что они активисты Очень холодно отношусь к золоту Поэтому Как бы Другие благородные методы Конечно А вы говорите кризис Ну Значит люди есть Которые требуют этого золота И хотят купить Приобрести Или как-то его реализовать А от нас кто-то улетит Или только к нам пока запускают На выход можно как-то Или только Или все закрыто пока Это будет между прочим Крупная поставка золота 120 килограмм В банковских слитках Пробой 999,9 Вот А вы говорите Пандемия Кризис То есть кто-то бабки делает А кто-то Нам рассказывает Поставка это в одной сумке Или я просто хочу понять Сколько это Это самолет из золота 120 килограмм Да я так понимаю Это наверное Сантиметров Там 50 на 60 Будет Брусок в слитках Да Ну вот Ну а вы говорите Не хватает денег В ручной кладе Можно пронести Ну Кто-то Зарабатывает На этой всей истории А кто-то Естественно Да как бы Зарабатывать еще может Укрпочта Результаты Потому что депутаты Разрешили Укрпочте Обменивать валюту Открывать банковские карты И обслуживать счета То есть по сути Приводится уже Банковскую сферу Что очень не понравилось Кстати Нацбанку Что он конкуренцию Не любит Скажу вам откровенно Вот как бы там Не относились К директору Укрпочты С его высокой зарплатой И неадекватными заявлениями Мне кажется Что вот Та критика Которая И от экспертов И от журналистов И в общем-то От общества Постоянно Это отдельный вопрос Но в любом случае Хорошее рабочее место Моголя Которого так хвалил Я в скобках говорю Которого так хвалил От 1200 евро И выше Никогда в жизни Не соблазняться На эти мизерные суммы То есть Это все пшик Вот эти все проекты А что касается Заявления Ленского 250 долларов Это не бедность Это маленькая зарплата Ну так В общем-то Мы голосовали За него Чтобы он Привнес в эту жизнь Что-то Чтобы мы Оттолкнулись Напрямую От бедности И в общем-то Не были В какой-то Подвешенном состоянии Чтобы он Как Армсон Сделал маленький шаг Но большой шаг Для человечества Даже так Я напомню Буквально недавно Если я не ошибаюсь Месяцев 7 тому назад Он комментировал Ситуацию в Польше Возможно даже Это было связано Когда с польскими событиями Он говорил Что он сделает все Чтобы в Украине Через 5 лет Была средняя зарплата Как в Польше Я поинтересовался Значит Там 1200 Ну Во-первых Это выглядит Глупо и смешно Потому что Нет объективных причин Для того Чтобы украинская экономика Это средняя Хоча зарплата Это будем говорить Так Практически Минимальная зарплата 1200 100 1200 евро Что касается Его оптимистических Заявлений Я говорю О этой зарплате И тем Провести параллель Что он говорил На пресс-конференции То это уже Такая легкая Отмазка Почему он не в состоянии Ситуацию изменить Ну да Плохо Плохо Ну не совсем плохо Ну не так плохо Ужас Ну не ужас Могло быть хуже Но могло быть хуже Так Нужно дать ему понять Если человек Один получает Такую сумму Работая Да Например Даже если семья Приносит Там 400 500 долларов Это вообще Ни о чем Я думаю Что нам надо Вот Сделать Вот подарок От тебя Это будет Рубрика В нашей программе Дикая чушь И мы Каждую программу Будем Отдельно Новости Выносить Вот в рубрику Дикая чушь Вот их ставит На нее такой гриф Есть на этой неделе Для тебя Какая-нибудь Новость Которая попадает В гриф Дикая чушь Вот что ты для себя Отметил Я над этим Не думал Ну даже не могу Так сразу сказать Мне нужно подготовиться Но вы понимаете Все Пока Виталий подготовится Я остановился Дикая чушь Трамп объявил О разработке В США Супер Пупер Ракеты По его словам Гиперзвуковая ракета Супер Дупер Миссил Почти в три раза Сильнее и быстрее Китайских Российских Аналогов Вот Даже можно посмотреть Видео Как это все звучало И как выглядел Несчастный министр Обороны Лепестер Пентагона На видео Супер Дупер Миссил И я слышал На сегодня 17 раз Отдел научной фантастики На первом этаже Белого дома Хорошо Какая еще дикая чушь У нас там осталась Еще дикая чушь Какая у нас осталась Конечно Пуэрто-Рико проведет В ноябре референдум Обхождение в состав Соединенных Штатов Америки Готовит тоже Наверное Елиско То есть видите Петр Алексеевич мечтал Об этом пять лет Провести референдум Стать 52 штатом А Пуэрто-Рико Хочет реализовать И так можно Оказывается Мы же говорили Что может быть Два штата Джорджия Правильно Еще один штат Пуэрто-Рико Эта тема Она была давно актуальна Два штата Джорджия Но один Сахашвили Пуэрто-Рико будет довольна Если все сложится Так как они хотят Кстати еще Если взяли международку Трамп заявил Что может полностью Разорвать взаимоотношения С Китаем Вот Что это им очень дорого Обходится И если он разорвет Взаимоотношения С этой страной То они сэкономят 500 миллиардов долларов В год Вы знаете Вот Риторика Трампа Ну понятно Что она там Сконцентрирована На внимании тех людей Которые хотят его поддержать Да там соответственно Но там есть такая история Вы же знаете Я нашим телезрителям Говорю Что там непрямые выборы Там есть такая ассоциация избирателей Да Она которая принимает Последний момент решения Так что все может сложиться Очень даже интересно То есть в любом случае Сейчас по электоральным симпатиям По штатам США Да Лидирует Байден И вообще следить за этой всей картиной Очень интересно Как это будет развиваться Потому что Есть одна проблема Очень важная Трамп действительно Сделал многое И очень активно Продвигает Тему протекционизма Это людям очень нравится Потому что В защите собственного производителя Да Он не просто так говорит О Китае Он же говорит о том Что таким образом Смогут предприятия Вернуться на территорию Украины Это рабочие места Судья нашла Нет Ну создавать предприятия Не в Украине У него У него Приезжайте Приезжайте С этой риторикой Он может и в Украине Хорошо Абсолютно Он бы тут такое бабло косил И я думаю Что он бы здесь Очень хорошо себя реализовал Тем более У нас эпатажных людей любят И как бы даже иногда Вот смотришь на Зеленский Ну что бы он такое подкинул Что бы он такое Ну что пригласил бы Трампа Губернатором Одессы Сакая область Что с чего надо начинать Нет Он бы наверное пригласил бы Трампа Работать вместе с Саакашвили Они бы нашли общий язык Туда вот в этот Ну Саакашвили же когда ездит Трамп наверное на бурат На лужайке стоялся Да 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 Тем временем В Штатах мясо Стало продуктом Для богатых Из-за пандемии То есть Вы знаете что там За этих 2 месяца 20 миллионов уже безработных Да Я знаю О смотри какой прекрасный стейк Прекрасный На кого он похож На кого похож Мы как раз про него говорили Мраморный стейк Но при этом Трамп выделил Всем безработным Разовый транш По 1200 долларов На человека И по 2500 на семью Так что Покраснение есть Есть кубышка Есть кубышка Вот у нас например Постоянно говорят Мол там нужно принимать Какие-то программы Какие-то разрабатывать Там стратегии Да дайте людям деньги Я думаю что на этом Можно поднять больше Каких-то там дивидендов Политических Слушай ты же как бы Лозунгами Зеленского Надо просто раздать Людям деньги Как вы будете поднимать И что надо просто раздать Людям деньги Какой интересный факт Обратите внимание Они же для поддержания Потребительского спроса На прямой адрес Надают бабки А это классно Потому что люди Когда имеют деньги Что-то покупают Да Они эти же деньги Укладывают как бы В оборот То есть у них Во-первых Вроде и дал и заработал Да А для Трампа Так это вообще плюс Потому что он на пороге Избирательных процессов Ну как бы Перманентно они происходят Но на пороге выборов Соответственно В любом случае Он Но ты представляешь Если бы он раздавал Не деньги А допустим Пайки гречку И мраморные стейки В виде Собственного Профиля Вот это бы зашло Но они не догоняют Там в Америке Потому что Они не понимают Что такое гречка А вот оно что Они если бы знали Что гречка Так классно Является посредником Между избирателем И политиком Они бы эту технологию Перекупили у нас Думаю что может быть Байден возьмет себя На вооружение И еще добавит Это как в классике Детских сказок Как мальчик с пальчик Раскладывал крошки А правильный политик Раскладывает зернышко гречки Вот чтобы избиратель Вовремя потом По этой тропинке Его нашел А вот вы кстати Знаете наверное о том Что гречка до сих пор Процветает в Украине Как элемент Коррупции Да коррупции Скоро выборы Там 25 октября Будут местные выборы Так вот я знаю факт Где уже сейчас Люди которые имеют намерение Ну не как правило Это чиновники Там были Политики местного уровня Они все так же Приносят пакеты Подписаны Не подписаны Там стандартный набор Гречка Басумочное масло Кидоконсервы То есть ничего не меняется Ничего не меняется И главное что все работает И постоянно это все Вернемся к новостям Вернемся к новостям Из регионов Мэр Одессы Эвакуировал Из разрушенного дома Кота Персика То есть на неделе Там обвалился Старый дом В центре Одессы Вот он оправдал Все-таки что он мэр Труханов пришел Да Женщина отказывалась Эвакуироваться Без кота И то есть как Наша соотечественница Из Китая Без собачки Вот И Труханов Решил помочь И вынес Вынес Собственно котика Вот он Даже я Сказ Персика Да Я скажу вам Это большой вклад Это предвыборный пиар И я считаю Что кот Недорого взял Все-таки Тоже себя прославил Понимаете То есть На самом деле Труханов Все это Срежиссировал И заявил про себя Как действительно Потенциально Следующий мэр Понимаете То есть тот мэр Который выкупит Вот ту собачку С аукционами Ньюста Тоже потенциально Это же просто Но это гениально Это политтехнологи Придумали Это все реализовали И сейчас мы это обсуждаем Действительно Нашим городам Нужны супергерои Согласись Согласен Вот они должны Спасать котиков Освобождать собачек Там бабушек И вообще Бороться с хулиганами Собственноручно Супергерои Я считаю Что Если он еще Бабушку спас А потом еще перевел Через дорогу Это уже Два таких поступки В Киеве тоже задержали Одного супергероя Мужчина Который купил Кокаина на 75 тысяч долларов И собирался Сорвать куш на перепродаже Был задержан То есть это не для личных Да Я не знаю Сколько это И что можно купить На эту сумму Но если Кокос в воду Пакет с наркотиками Весом 0,5 килограмм Да То я думаю Что Ребята Которые приняли Этого человека Они конечно Пожарились Вы знаете Самое интересное Что вот В свое время Я помню Я Когда был Молодым журналистом Тогда Тоже активно Представители Внутренних дел Боролись С наркоманей И однажды Я участвовал В таком Рейде Мне мужичек Рассказывает Сосед Там все это происходило А я бы написал Какую-то заметку Или статью Я не помню Короче говоря Но смысл заключался В том Что мы приезжаем А этот сосед Выходит И говорит Наркоманы там Наркоманы там Вот Действительно Может быть Там были наркоманы Наркоманы на городе А потом он обращается К этому представителю Полиции Ну да Милиция была И говорит А вы что Снова проехали То есть Этот человек Который со мной приехал Какой-то там Ответственный Он часто приезжает В этот пара днях Собирает там По 30 гривен На то время И отпускает Этих наркоманов Потому что Я с этим соседом Переходил Он говорит Так я его знаю Он же все время приезжает Собрал и уехал То есть У нас Это к чему я говорю У нас сейчас Самые те люди Которые напрямую Должны заниматься С этим кокосом Может быть такая же история Кстати Надо же Нам говорят Программа наша Будет по чуть-чуть завершаться Поэтому мы хотим На самый конец Нашим зрителям Показать очень Милое видео О том как в Берлине Полиция перекрыла улицу Ради того Чтобы перебежало Стадо диких кабанов То есть Видите Несмотря на то Что урбанизация Вот еще такие Даже проявления Определенной Определенной Живности Ух ты Почти как Битлз Через дорогу Понимаешь Ну да Это Эйберроуд Практически Вот Что я могу сказать Там даже К кабанам Относится лучше Наверное Чем к людям Это точно Если провести Да Если провести Мне напоминает КВН Когда рассказывал Говорит Перебегая Дорогу Мерседесу Лость Не только Значит Пострадала Но и обтянула Кожи Нет Я думаю Что просто у нас Вот мэр И городов Будет спасать котиков И переводить Не бабушек А свинок Через дорогу Это новый тренд Следующей недели И всего избирательного цикла Так что будем тогда Александра Благодарить нашего гостя Спасибо вам большое За прием И за рубрику Дикая Вообще Вот эта вот Дичка Дичка Дикая новость Дикая новость Да Я хотел бы сказать Про дикую чушь Вот меня например Возмутило Очень сильно возмутило Вот мы говорили Про пленки Петра Алексеевича И Байтона О том что Он Выполнил Задание Наших Международных друзей И поднял Тарифы для людей Не на 75% Вы их просили А на 100% То есть это догнать И перегнать Ну это уже так уже Знаете Выглядит цинично Глупо И примитивно То есть человек Настолько не уважает Свой народ Готов вывернуться И обтянуть кожей Как лось Лишь бы только Заполучить то В чем есть Собственный интерес Ну как говорят В таких случаях Раньше обычно говорили Выгнали из гестапо За жестокость И на этой Такой Оптимистичной Пессимистической ноте Будем оканчивать Нашу сегодняшнюю передачу До новых встреч В следующую субботу До встречи Пока Субтитры сделал DimaTorzok